По данным представителей Национальной палаты предпринимателей от Амикен, ежегодно министерство тратит 402 миллиарда тенге на госзадания. Госзадания те самые различные. Звучат порой красиво, но как показывает практика, толку от них не так много, как хотелось бы. Во-первых, доступны они зачастую малому кругу людей. Во-вторых, в большинстве своем отличаются большим количеством плагиата и дублированием. Что делать с госзаданиями и кому они достаются, рассмотрим в очередном выпуске программы «Бизнес и закон». Я Константин Харламов. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Был бы свой исполнитель, а госзадание найдется. Кто получает больший объем госзаданий? Без злоупотреблений не обходится. Кто из чиновников балуется с раздачей госзаданий? Вас же не звали. Присутствие государства в бизнесе необходимо сокращать. Национальная палата предпринимателей совместно с Министерством национальной экономики и Министерством финансов провели мониторинг и обнаружили очень много интересных фактов. Выходит, что государственные задания – клондайк для многих уполномоченных лиц и руководителей. Кто на что тратит, расскажем прямо сейчас. Между своими дочками, а дочки отдают их на субподряд бизнесу, оставляя часть себе за посреднические услуги. Приведем примеры госзаказов. Центр развития торговой политики потратил 140 миллионов тенге на исследование по формированию государственной политики в области регулирования монополистов, повышению цен на социально значимые товары. Напомним, что этим вообще занимается антимонопольный орган бесплатно. Из 402 – 23 миллиарда тенге тратится на различные исследования, а их итоги доступны исключительно госслужащим. Более того, многие исследования никак не применяются и просто пылятся в архивах госоргана. О других примерах государственных заказов поговорим с гостями сегодняшнего выпуска программы «Бизнес и закон» и выясним, много ли это – 402 миллиарда тенге на госзаказ. Обсудить дело сегодняшней программы к нам в студию пришел Мурат Оспанов, заместитель директора департамента общественного мониторинга и работы с административными барьерами Национальной палаты предпринимателей «Томикен». Мурат, спасибо, что вы сегодня с нами. Итак, огромная цифра – 402 миллиарда на госзадания. Нам это надо? Какой эффект от них есть? Добрый день, Константин. Ну, действительно, цифра правдивая. 402 миллиарда – это выполнение 173 государственных заданий. Определено постановлением правительством соответствующим. Эти деньги зафиксированы, закреплены соответствующим администраторам бюджетных программ. Если вы хотите посмотреть такую более подробную статистику, можем обратиться. Из этих 402 миллиардов порядка 180 миллиардов закреплено на выполнение 4 государственных заданий, выполняемых КАЗ «Автожол». Это ремонт соответствующий капитальный, средний ремонт наших дорог. Соответственно, 11 госзаданий на сумму 47 миллиардов закреплено на выполнение госинформационного заказа. 16 госзаданий закреплено в сфере здравоохранения. Порядка 67 государственных заданий – это наука наша. Тоже определены постановлениями, тоже определены конкретные исполнители, ну и прочие оставшиеся госзадания, которые не отнесены к этим сферам. Ну, утверждение, выдача этих госзаданий, понятно, процесс уже такой установившийся, можно сказать, да? Контроль за ними существует. Как их принимает? Кто их принимает? Вернее, начнем с тем, как их распределяют уже, когда на местах, допустим, уполномоченные органы. Я знаю, что вы проводили специальный мониторинг совместно с министерствами. Можно об этом поподробнее? Как это все происходило? Летом текущего года по поручению правительства, именно зам. премьер-министра первого, заместителя премьер-министра Смаилова Алихана Схановича, Министерством национальной экономики была сформирована соответствующая рабочая группа по сокращению расходов государственных органов. В данную рабочую группу вошли представители как Министерство национальной экономики с ведомствами, это Комитет статистики, на тот момент Комитет по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции, в настоящее время он разъединен на два самостоятельных комитета, также Министерство финансов, также с ведомством государственных доходов, госимущества и, соответственно, также равное участие принимали сотрудники Национальной палаты предпринимателей. Национальная палата предпринимателей, обладая соответствующими инфраструктурами и ресурсами, предоставила необходимую инфраструктуру и диалоговую площадку при обсуждении и проведении работы по анализу закрепленных государственных заданий на 2019 год. Согласно данному мониторингу, выяснилось, что в министерствах госзадания уже распределяются на свое усмотрение, или это не так? Существует соответствующий регламент закрепления государственных заданий, если его рассматривать, надо посмотреть в целом на производный закон, это бюджетный кодекс, это статья 41-го бюджетного кодекса, часть первая, которая нам определяет, что государственным заданием является заказ юридическим лицам, субъектам квази-государственного сектора. Есть еще определенный перечень лиц, которые не отнесены к квази-государственному сектору, допустим, Национальный олимпийский комитет, в том числе и Национальная палата предпринимателей. Вот этим лицам закреплено за ними заказ на выполнение отдельных услуг, направленных на обеспечение социальной стабильности, здравоохранения и образования, соответственно. Ну, простыми словами, госзадание, оно нам нужно? И какую функцию оно ведет? То есть это та работа, те услуги, которые, допустим, министерство не должно выполнять, оно дает его на аутсорсинг? Я правильно понимаю? Ну, вопрос, наверное, несколько, немного неверно поставлен, поскольку как мы можем отказаться от того же самого выполнения ремонта дорог? Дороги надо ремонтировать. Просто государственное задание – это просто оболочка формы передачи исполнения этой услуги непосредственно. Ведь можно государству заказать выполнение той или иной услуги посредством государственного задания, посредством механизма государственных закупок. И как раз-таки рабочая группа в своей деятельности определяла, насколько эффективно, либо необходимо направлять те или иные государственные задания, закреплять их именно в форме как госзадания. Есть некоторые отличия, поскольку выполнение государственных заданий само по себе не подразумевает принцип состязательности. Допустим, если какой-то Акимат хочет произвести ремонт какой-то улицы определенной, он объявляет соответствующий тендер в соответствии с законом о государственных закупках. И там уже в процессе состязательности субъекты рынка, субъекты частного предпринимательства, они уже между собой соревновываются как и по цене, так и по качеству оказываемых услуг. И, соответственно, в результате этой состязательности рождается для государства экономия в виде снижения цен при предложении тем или иным предприятиям и, как следствие, повышение качества оказываемых услуг. Ну, это понятно. Да, есть, конечно, госзадания, допустим, ремонт дорог, здесь спору нет. Большая часть, я так понимаю, из вашего мониторинга, это есть информация, что большая часть госзаданий, она по содержанию вызывает достаточно много вопросов, когда там, я не знаю, какой-то условный акимат области заказывает мониторинг бизнес-климата в регионе, хотя, ну, то же самое управление по развитию предпринимательства либо любая региональная, любая палата предпринимателей владеет этим, ну, так никто лучше. То зачем вот эти вот либо дублирующие, либо исследования, которые не совсем нужны, либо которые непонятны, вот говорят, что вот этого много в мониторинге, в процессе мониторинга вы обнаружили? Константин, здесь я с вас хочу сперва поправить, а потом согласиться, если так можно. Ну, начну с того, что местные исполнительные органы, акиматы, они не имеют возможности закреплять государственные задания. Это функция только за центральными государственными органами, это наше министерство, соответственно, ну, и другие центральные государственные органы. Соглашусь с тем, что в настоящее время центральные государственные органы вправе самостоятельно определять, какие услуги отнесены как раз-таки на развитие социально-экономической стабильности. То есть министерство само определяет, что можно отдать через госзакупки, что можно отдать и через госзадания, в том числе и исследования. То есть здесь никакого надзора такого нет стороннего? Да, здесь совершенно верно. Есть в соответствующем постановлении правительства закреплен порядок закрепления государственных заданий, это в первую очередь администраторы бюджетной программы направляются в соответствующее предложение, и ряд организаций рассматривают их на предмет обоснованности. И, соответственно, потом они уже находят свое отражение в соответствующем постановлении правительства. Такой вопрос. Вот вы обнародовали цифру 402 миллиарда тенге, по сравнению, допустим, с прошлыми годами есть какое-то сравнение? То есть эта цифра растет, уменьшается? То есть какая динамика здесь? Анализ мы проводили действительно, сумма по государственным заданиям, да, она действительно увеличивается, а есть процент роста. Это опять-таки может быть обусловлено и той же самой коридором инфляции, допустим, и правительством, поскольку те же самые строительные материалы для автодорог, они тоже имеют свойство дорожать. Другой момент, когда все больше появляется самих государственных заданий, то есть если мы сейчас видим сумму 173 госзаданий, в следующем году может быть их 183. Вот это уже звонок, к которому надо будет прислушиваться, поскольку ряд министерств таким образом считает, что все больше услуг можно передать из государственных закупок, тех же самых, в механизм государственных заданий. То есть не через, опять-таки, оговоренным принцип состязательности. Ну, здесь почему-то явно прогнадывается какая-то такая вот, причем серьезная коррупционная составляющая, мне кажется. Не всегда, не везде, но тем не менее она как-то вот так вот ярко выражена, мне кажется. Константин, мы сейчас говорим о тех сферах, где выполняются эти госзадания, тогда я сами, ну, в действительности соглашусь. Ну, по тому же самому Казавтожолу, я, насколько знаю, там, по-моему, семь уголовных дел было или сколько их было. То есть тут как-то вот есть какая-то взаимосвязь. Рабочая группа пришла к выводу о том, что одно из негативных последствий, явлений при выполнении государственных заданий является то, что в настоящее время закон на государственных закупок, он не распространяется как при определении организатора, исполнителя услуг, так и при распределении в субподряд работ. Грубо говоря, если какое-то министерство закрепило за своим подведомственным организациям государственное задание, мы сейчас обезличенно говорим, и это подведомственная организация в виде республиканского государственного предприятия, либо вот и вот долю части государства его получает, находясь само по себе в поле государственных закупок, именно в части реализации услуг по госзаданиям, оно может передавать объемы в субподряд без применения того же самого закона госзакупок. Кому хочу, с тем и заключил договор. Но опять же на свое усмотрение. Вот здесь я с вами соглашаюсь в том, что при реализации государственных заданий коррупционный риск и как правового характера на уровне законодательных актов, он присутствует. И одно из предложений рабочей группы было как раз-таки распространить закон о госзакупках, на привлечение субподрядчиков. Еще одна цифра. 23 миллиарда тенге тратится на различные исследования. Есть такая цифра. 23 миллиарда потрачены, но это не только исследования, это в принципе интеллектуальные какие-то вещи, методическое обеспечение, сопровождение, разработка методик. В действительности они закреплены в государственных заданиях. Их порядка 50, если не ошибаюсь, таких госзаданий. Здесь, когда мы проводили анализ этих госзаданий, мы столкнулись с рядом проблем. В первую очередь, это планирование. Возникают вопросы у членов рабочей группы. Мы заслушивали всех 15 администраторов программ. Все, кто закрепил за своими подведомственными организациями, и не только подведомственными, эти госзадания. Как вы планируете? С одной стороны, в Министерстве национальной экономики есть соответствующая комиссия. Эта комиссия как раз таки и определяет, какие исследования необходимо проводить государственным органам, какие нет необходимости их проводить. Всего того, что они недавно были проведены, либо дублируются с схожим исследованием, проведенным другим государственным органам. Но, к сожалению, эта комиссия имеет только рекомендательный характер, и ряд государственных органов, мы сейчас же говорим обезличенно, не прошли эту комиссию, не получив положительное заключение, пользуясь тем, что решение комиссии рекомендательное, все равно закрепило в государственных заданиях. А, даже так? Да. Комиссия рекомендовала не проводить данные исследования, и исследование было проведено? Да, это было установлено. Но это, кстати, не одна из проблем, которая была... Основная какая проблема тогда? Основная проблема, то, что в настоящее время, это не только по исследованиям заложено, это проблема всех 173-х гузаданий, что отсутствует методологии ценообразования. Как это считается? Исходя из прошлого моего жизненного опыта, в предыдущих работах, я имел дело с тарифными сметами субъектов естественных монополий. Там все предельно понятно, как берутся расходы, какая берется заработная плата, какой уровень амортизации берется, расходы ГСМ и прочее, прочее. При расчете суммы гузаданий этой методологии в принципе нет. То есть ни человека часов, ни объем, допустим, текста переведен, образно говоря. Совершенно верно. А может быть такое, что два различных министерства закажут одно и то же исследование, но и цена тоже будет различная. Да, такое есть. Здесь очень тяжело говорить, поскольку интеллектуальный труд, это же вещь такая, которую руками можно, конечно, потрогать, но это не вагон разгрузить, посмотреть, сколько мешков те выгрузили, сколько эти ребята выгрузили. Но тем не менее, исходя из того разрыва рядом министерств, мы приходим к выводу, что здесь действительно над ценообразованием надо подумать и посмотреть, как это все-таки складывается. Ну, и это... В целом, наверное, определить, сколько стоит, грубо говоря. Да, верно. Но и это даже не проблема. Хотя это эти ключевые проблемы. Планирование, цель исследований, методология ценообразования. Такой же, наряду с предыдущими тремя проблемами, является то, что в настоящее время простой гражданин нашей страны не имеет возможности посмотреть на результаты этой работы. Что государственный орган наисследовал? Есть соответствующая поисковая система. То есть, на русском физиологии это видят и все? Есть соответствующая система АДЛЕТ. Все юристы, которые нас смотрят, вас смотрят, они регулярно пользуются, ищут какие-то нормативные правилы в акты. Но мало кто обращает внимание, что там есть ссылка на исследование. И если ее пройти, он потребует логин и пароль. И этот логин и пароль выдается только государственным служащим. Ну, вот так. Да. И, ну, раз это деньги, ну, поскольку это, я полагаю, деньги налогоплательщиков, и за счет налогоплательщиков это построено исследование, которое может и бизнес посмотреть, и посмотреть, какие проблемы сталкиваются, либо сталкиваются при вхождении на соответствующий товарный рынок. Я думаю, каждый имеет право знать, на что были потрачены, и эти вещи надо опубликовать. Плюс к тому, мы увидели, что не все исследования, которые проводятся после акта приема-передач, они вообще в целом даже для государственных служащих опубликовываются. Есть определенные, ну, наверное, предположения, почему такое происходит, поскольку это тоже выводы рабочей группы, это не мои субъективные выводы, это выводы, которые члены рабочей группы сделали. В работе ряд исследований проверили через российскую систему антиплагиат. И эта система антиплагиат показала, что ряд наших исследований имеет оригинальность только 54%. То есть все остальное... 46 оставшиеся, это... Ну, здесь могут быть как и ссылки на какое-то законодательство, но наши российские партнеры, которые мы воспользуемся их услугами, они дают весь текст этого исследования. И прямо по тексту видно, какая конкретная часть и откуда она была заимствована по ссылке. И в работе мы увидели такие источники, как банк рефератов. Диссертация такого-то научного деятеля. И ряд исследований, ну, несмотря на то, что они были проведены, они, можно сказать, остались на полке. Здесь я позволю привести пример, ну, допустим, закона ГЧП. Это тоже было одним из направлений, которые люди провели. Но в закон не были внесены изменения. То есть работа была проведена, какие-то предложения были выработаны, но эти предложения не нашли имплементации в соответствующие законопроекты, которые вносятся в том числе в части усиления государства частного партнерства и, соответственно, закона государства частного партнерства. То есть исследования провели, но не использовали предназначение? Да. Извечный вопрос. Что делать? Вот с госзаданиями в целом, с исследованиями, с плагиатом, со всеми основными проблемами, которые вы пересислили. Это отсутствие, я так понимаю, открытости, отсутствие конкурентной среды. И вот, насколько я знаю, есть необходимость сокращать присутствие государства? Ну, здесь, опять-таки, руководство этих ведомств, в том числе и Национальная палата предпринимателей, выработало ряд предложений, которые, наверное, ответят на ваш вопрос. Ну, в первую очередь, надо с ценами, я думаю, разобраться. И эти предложения и выводы рабочей группы, они ушли в правительство. И, судя по резолюциям, которые к нам спустились, они нашли свое согласие у руководства. Одно из таких предложений все-таки определит методологию ценообразования. В человеко-часах ли это будет, либо в каких-то других единицах измерениях. Но, тем не менее, это должен быть четкий, понятный инструмент, чтобы государственный орган мог объясниться, если ему надо провести исследование. К примеру, исследование. Здесь нам понадобится столько-то людей, и такая часовая стая человека-часов проходит. То есть, человека-часы. Это, в принципе, принцип, применяемый же и в адвокатских конторах, юридических конторах, когда берется объем работы. Второй момент. Надо определиться с перечнем государственных заданий, чтобы уже ряд министерств не имели возможность воспользоваться трактовкой вышеуказанной статьи 41 и вольно самостоятельно распорядиться, что именно вот эта вещь, эта услуга, она может пройти через государственное задание. Предложение рабочей группы определить перечень таких госзаданий с соответствующим постановлением правительства. То есть, определить рамки. То есть, вот эти вещи, которые могут осуществляться посредством госзаданий. Другие вещи, которые сюда не вошли, мы их не можем согласовать и закрепить как государственное задание. И отдельно коснулось предложение и в части таких исследований, интеллектуального труда, но здесь рекомендация была ужесточить контроль за их закреплением. Также по государственным закупкам, закону, и части распространения норм и положения определяющих поставщика, здесь тоже нашло отражение рабочей группы, было предложено распространить действия закона госзакупков, на выбор субподрядчиков, соответственно. Ну и, наверное, как Вы предложили, если вся эта база будет открыта, понятно будет, какие исследования есть, какие проводились, какого качества. И даже при объявлении того или иного, не то что конкурса, а при желании какого-либо министерства провести то или иное исследование, чтобы было видно, оказывается, вот такое исследование уже есть. Необходимость, может быть, в нем такая, сомнительная, что называется. Открытость в любом случае, она несет, по моему субъективному уже мнению, больше плюсов, чем минусов. И не только как государственные задания, так и в части и государственных закупок, поскольку если в целом государственные органы или субъекты квази-государственного сектора будут понимать, что результат их работы будет обнародован, он будет общедоступен, и жители страны будут иметь возможность ознакомиться с ними, то у них будет такая же возможность удивиться написанному. Поэтому я думаю, что открытость – это залог успеха. Спасибо вам большое, Мурат, за интересную беседу. Цифры, конечно, поражают. Это и та легкость, которая так вот распределяется, и в то же время результаты не радуют нас пока качественно, но все же я хочу вам пожелать, чтобы в последующем, в процессе вашего мониторинга, вы убедились, что ситуация как-то все-таки улучшается. Спасибо вам. Спасибо, Константин. На сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Удачи вашему бизнесу. Продолжение следует...